А точнее в центре внимания встреча принципиальных соперников сборных России и Канады, которая предваряла церемонию открытия форума. Из Австрии передает Дмитрий Занин. Российские фигуристки Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева никак не могут дойти до автобуса. Журналисты проходу не дают. Девушки с тренировки торопятся в деревню оставить вещи и вновь вернуться на арену. Вывеска хоккейного матча «Россия-Канада» обязывает к посещению. Вы знаете кого-нибудь хоккеистов? Уже познакомились? Да. Ну кого можете перечислить? У тебя там пару человек. А именно мы как-то так. Но мы знакомые. Блин, даже стыдно. Хотя уже первая игра показала, эти имена надо знать. Вот, например, воспитанник Акбарса Александр Протопович. Взял шайбу, обыграл соперника, подстроился под бросок и уже получает поздравления партнеров. И пусть канадцы тут же ответили, но на перерыв-то наша команда ушла, лидируя в счете и доминируя на льду. А уже во втором периоде российские парни умудрялись атаковать даже в меньшинстве. Да еще как. Просто залюбуешься. Иван Николишин и Максим Лазарев тоже стоит запомнить. Ну, спасибо за шедевр, но вы не видели, что мы на тренировках исполняем. Там такие шедевры. Естественно, канадцев такой вариант развития событий не устраивал. Но голкепер российской команды Сергей Коробов вселял уверенность в действия наших хоккеистов. В итоге зрители стали свидетелями мастер-класса по технике владения шайбой от Даниила Вовченко и увидели отмененный гол россиян уже в пустые ворота канадской сборной. Канадцы, когда проигрывают, они очень злятся. Где-то из-под тяжка могут спину, по ногам ударить в защищенные места. Но нам тренер вначале играет, терпеть, терпеть и потом наказывать. Вот мы и голами наказывали. Итог 4-3. Истинное удовольствие от просмотра для зрителей. Не зря организаторы этих игр постоянно отмечают. Главным показателем успешности соревнований будут яркие эмоции всех участников Олимпиады. Я думаю, что медали и улыбки на лицах ребят, это две неразрывные части. Если не будет медали, улыбок будет меньше. Мы тоже за улыбки спортсменов. Это главный результат игр. Ну и финальным аккордом первого дня, первой в истории юношеской зимней Олимпиады, конечно, стала церемония открытия игр. Бергизельстадиум. Это уникальнейшая арена. Единственный стадион в мире, на котором проходили церемонии открытия сразу трех разных Олимпийских игр. В 1964-м, в 1976-м и вот теперь в 2012-м. Напомню, что первые две Олимпиады в Австрии закончились безоговорочной победой советских спортсменов в общем зачете. Какими получатся эти игры, узнаем уже через 10 дней. Но начало, согласитесь, положено блестящее. Дмитрий Занин, Михаил Курганов. Вести спорт. Инсбрук. Австрия. Индалей.